Мото-велопробег под лозунгом активное вождение, безопасное вождение. Почему лидеры мото-велодвижения вышли с обращением к своим единомышленникам именно сейчас? В нашей стране, где мото-велодвижение пока еще только развивается, владельцы двухколесного транспорта люди особые. Активные, энергичные, мобильные, но далеко не всегда дисциплинированные. А если учесть, что с каждым годом их ряды пополняются новыми сторонниками здорового и веселого образа жизни, то настало время для серьезного разговора о правилах дорожного движения. Мы сейчас активно работаем с мототранспортом, активно пропагандируем безопасность дорожного движения. И я думаю, заметны уже сейчас результаты данной работы связаны с тем, что у нас меньше стало водителей мототранспорта, которые перемещаются по проезжей части незарегистрированным, в установленном порядке, отсутствующих водительских удостоверений. Таких водителей становится меньше. Но контроль и надзор мы будем осуществлять в том же режиме. Ударим мото-велопробегом по разгильдяйству на дороге. Активное вождение может и должно быть безопасным. В пятницу под таким девизом велосипедисты, мотоциклисты и госавтоинспекторы Самарской области колоннами прошли во всех городах региона. Мы собрались с целью пропаганды безопасности мотодвижения и доказательства того, что можно передвигаться на мотоцикле, быть полностью с комплектом документов, зарегистрированы, в шлеме и получать от процесса удовольствия. Опытные и адекватные владельцы мотоциклов все равно, что привилегированная каста. В их рядах нарушать правила считается дурным тоном. Безопасность для них не пустой звук. Поэтому к безбашенным мотогонщикам, рискующим своими жизнями и здоровьем других участников дорожного движения, они относятся скептически. Ну конечно полно, особенно те, кто покупают какие-то там скутеры, скоростные мотоциклы и начинают гонять без регистрации, потому что у них еще нет денег, так как возраст не позволяет. Я никому не мешаю, я не провоцирую никаких сложных ситуаций. Еду аккуратно, потому что моя безопасность в первую очередь зависит от меня. Мотоциклист более уязвим, чем любой транспорт на дороге. И любое какое-то там касание, какая-то экстренная ситуация при торможении, это может быть плачевным. Госавтоинспекция подтверждает водители двухколесного транспорта в зоне повышенного риска. В процентном соотношении в дорожные аварии они попадают гораздо чаще, чем автомобилисты. Многие этого не знают, передвигаются хаотично по проезжей части. Я вам приведу статистику, за истекший период уже произошло 49 ДТП с участием водителей и велосипедистов. Один человек погиб, 48 получили ранения. Такая же ситуация у нас складывается с мототранспортом, где участниками ДТП стало 39 водителей. Также есть погибшие, также есть ранения. Двухколесный сезон открывается в мае. То есть в течение двух прошедших месяцев каждый день на дорогах Самарской области разбивался как минимум один велосипедист или байкер. Для госавтоинспекции и лидеров мото-велодвижения такой вот флешмоб — это очередной способ напомнить о безопасности и обратить внимание на правила дорожного движения, которые, кстати, за последний год существенно изменились. Велосипедистам, например, запрещен левый поворот при наличии трамвайных путей или двух полос в данном направлении. Кроме того, в новых правилах отдельно прописан пункт о взаимоотношениях велосипедистов и зебр. Пешеходный переход пересекать на колесах категорически нельзя. Они должны сойти и пройти по пешеходному переходу, пешком перевозя велосипед рядом с собой. Пешеходный переход обычно велосипедисты пересекают. Если им вдруг нужно повернуть налево, а это нельзя, потому что много полос, соответственно, ему нужно проще спешиться, перейти по зебре на другую сторону и продолжить движение. Либо, если это рассматривать детей, до семи лет им разрешено по тротуарам ездить, даже в сопровождении родителей, то они, подъезжая к зебре, также должны спешиться и свободно перейти. Впереди еще много лета. В Самаре мото-велосезон завершается не раньше октября. Поэтому осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Ведь правила дорожного движения они написаны кровью. Расставить приоритеты на ближайшие четыре года. Комиссия по делам инвалидов при губернаторе собирает предложения, которые могут быть включены в очередной этап программы формирования доступной среды. Государственная программа по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями будет продолжена до 2020 года. И сейчас регионам предстоит определиться, на что именно они планируют потратить федеральные деньги. В Самарской области этот вопрос обсуждался на комиссии по делам инвалидов при губернаторе. Понятно, что работа в этом направлении не початый край. Тем важнее выстроить систему приоритетов. До сих пор доступность школ, больниц, учреждений социальной защиты была в числе первоочередных. И надо сказать, подвижки в этом направлении есть. И серьезные. Здесь сделано очень много. Если брать программу «Доступная среда» за 2014 год, что сделано, то могу сказать, в порядка 70 школах созданы элементы доступности. В порядка 24 учреждениях создана доступность. То есть построены пантусы. Точечное создание очагов доступной среды – это гораздо лучше, чем ничего. Но до всех этих правильно устроенных учреждений в больших городах нужно как-то добираться. Большинство людей делает это на общественном транспорте. И вроде бы низкопольных адаптированных машин становится все больше. Но много ли мы там видим людей в инвалидных колясках? Из 2100 колясочников, живущих в одном только областном центре. На мой взгляд, основная проблема, конечно, это отсутствие комплексного подхода вообще в создании системы транспортной доступности. То есть мало закупить, допустим, низкопольный транспорт. При всем при этом надо учитывать климатические условия в нашей стране, поскольку до тех же остановок зимой добраться практически невозможно. Это связано и с очисткой дорог и тротуаров, и с отсутствием, допустим, понижения уровня бордюра в определенных местах. Это связано и с тем, что у нас остановочные павильоны, площадки не приспособлены. Возможно, неплохой идеей был бы возврат к практике предоставления инвалидам личного транспорта с адаптированной системой управления. Для значительной части людей, передвигающихся в инвалидной коляске, это был бы очень хороший вариант, существенно облегчающий жизнь. При наличии собственного автотранспорта, тем же колясочникам, кому труднее всего, конечно, перемещаться и пользоваться автотранспортом, колясочникам было бы, конечно, гораздо удобнее. То есть рядом с домом, доехал куда хотел, выгрузился. В общем-то, это было бы, конечно, решением проблемы. Все мы понимаем, что снести неправильные города бульдозером и на их месте быстро взять и построить новые правильные – задача нереальная. Но вот тщательно отслеживать создание доступной среды во всех объектах, которые капитально ремонтируются или возводятся вновь – задача уже вполне посильная. А для того, чтобы пандусы, поручни и другие элементы доступной среды были реальной помощью человеку в коляске, а не пустой тратой денег на фикцию, необходимо четкое понимание того, как это должно быть устроено правильно. В целом пути сегодняшнее мероприятие, я думаю, один из этапов достижения хороших результатов, потому что я буду поднимать вопрос о необходимости принятия системы сертификации объектов и создание, наверное, специального документа, который будет определять качество доступности услуг у нас в Самарской области. Вот если мы это решим, тогда не будет проблем. Другой важный аспект проблемы, который необходимо учитывать, планируя работу по поддержке инвалидов – возможность получения образования. Ведь как ни крутя, материальная независимость, которую имеет человек с профессией в руках – штука чрезвычайно важная. Самарское областное правительство намерено обеспечить всех детей и подростков с инвалидностью техникой для дистанционного обучения, причем адаптированной под их заболевания. Приняли решение о том, что та техника, которая закупалась когда-то за федеральные деньги, осталась в тех семьях, где дети-инвалиды закончили образовательные учреждения, школы, для того, чтобы они продолжали профессиональное образование. И за региональный бюджет уже техника новая закуплена тем ребятам, которые продолжают учиться в школе. И в данном случае, на мой взгляд, это абсолютно правильное решение было принято губернатором Самарской области. Сегодня у нас есть примеры, когда дети заканчивают не только школьное, но и получают профессиональное образование и реализуют себя в профессиональной карьере. Долг путь к тому идеальному положению, когда человек в кресле на колесах сможет работать, отдыхать, заниматься спортом так же, как и ходящий на своих ногах. Мы сегодня, если не на старте, то не слишком далеко от него ушли. И останавливаться или топтаться на месте никак нельзя. Для многих людей это ключ к свободе. Причем в самом прямом смысле этого слова. Это была программа «Важная». Всего вам доброго и увидимся в следующем телесезоне. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова